Всем привет! Вы смотрите Молодежный квартал и сегодня с вами снова я, Ванесса, со свежей порцией молодежных новостей, опросов, обзоров и мастер-классов. Начнем с того, чем может гордиться Басарабяска – победами наших спортсменов. Недавно в городе Камрад прошел региональный шахматный турнир, в котором участвовало 54 шахматиста, среди которых и трое ребят из района Басарабяска – Александр Кружко, Анна и Владислав Кендигелян. Все они учатся в лицее Матей Басараб и все трое заняли в турнире призовые места. Наши корреспонденты встретились с юными чемпионами и узнали, как им удалось так успешно выступить в этих серьезных соревнованиях и кто их поддерживает в занятиях с шахматами. Я участвовала в турнире Камрад регион КОП в 2023. На этот турнир я участвовала с нашим соревнованиям, с моим братом Басарабяска, с моим братом Кендиглян Владислав и с нашим университетом Кружко, Александр. Мы участвовали в турнирах, но в районе в нашем районе есть партия бунная шахмат. Я уже катку от Версачи, я лад лаком тей, полна пассива, чая. Я лад лаком тей, полна опа из плязича. Я взяла третье место до 14 лет. Вот последний турнир, который был сейчас в Камраде, это был очень серьезный турнир, там было 12 районов, было 54 человека, по-моему, дети играют наравне со взрослыми. Представляете, психологически для детей, играть с мастерами, которые там были уже мастера спорта и так далее. Турнир был очень хороший, все набрали рейтинги, всем понравилось. Не могу сказать, что было удобно, потому что противники были и мне нести капкани, но я делал все возможное, чтобы в Камраде было очень тяжело. И если я у меня был в Камраде, то были очень тяжелые и я не могу снять. Мы педагоги и тот тимфу понимаем акцент пилогика Копейлор, чей-чей пермитес опционный премий от этого рамка районал, републикан, дальше интернационал. Все виды спорта развивают, но шахматы развивают интеллектуально ребенка. Во-первых, они между собой, они общаются, они выходят на другой уровень. Все дети, которые играют в шахматы, это действительно умные детки. Три дня был турнир. Мы каждый день ездим. Бывали турниры, когда мы в Кишинев ездим туда, обратно по пять дней. В конце дня мы не отвечаем к АСА, не обладают, а мы тщите АСА, а мы думаем к обратно. То, что мы не смогли уехать, конечно, ситуация была довольно неприятная, но на иглу это никак не повлияло. Единственный раз, когда нам финансировали, не помню, сколько лет назад это было, мы прямо снимали, нам оплачивали жилье, оплачивали детям питание, оплачивали дорогу. То есть это было очень приятно. Последние годы, конечно, этого, к сожалению, не делается. Это очень тяжело финансово, естественно, тем более на сегодняшний день, когда с такими подорожаниями. Мало того, что мы их возим, привозим, соответственно, это транспорт. Это время, мы же не можем отвезти, оставить ребенка. Мы должны, кто-то теряет целый день. Новости бывают разные. Некоторым можно верить, а некоторые специально создаются для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Не зря им дали название «Фейк-ньюс». Предлагаем вашему вниманию очередной ролик из цикла «Медиаграмотность», подготовленный нашими коллегами из Германии, журналистами телеканала НДР. Недоверное количество видеороликов, текстов и фотографий. И это важная информация. Но не все, что вы видите и читаете, является правдой. Немного фейков не помешает, как вы думаете. Может быть, даже немного смешно. Но кто хочет, чтобы им лгали? Я нет. Кроме того, у людей, которые лгут или распространяют неправду, всегда есть причина. Либо они хотят заработать деньги, либо манипулировать другими людьми, либо влиять на мнение и настроение, сеять страх и недоверие. Тогда фальшивые новости могут привести даже к дипломатическим катастрофам. Или просто к плохой оценке в твоем реферате. Хорошо. Но что, если другие будут пересылать тебе всякую ерунду? Надо ли серьезно к этому относиться? Во-первых, сделай глубокий вдох и, конечно же, ни в коем случае не пересылай ничего другим. Второй шаг. Поговорите друг с другом. Эй, что за ерунду ты мне прислал? Но такая реакция обычно совсем не помогает. Лучше задавать вопросы и прежде всего слушать ответы на них. Где ты это взял? Как ты думаешь, это звучит правдоподобно? Почему эта точка зрения так важна для тебя? И, конечно, необходимо все объяснить другу, но спокойно. А лучше всего сначала провести собственное исследование. Какую информацию ты можешь найти по этому вопросу? Что является фактом, а что остается неясным? Также публикуются и результаты проверки фактов. И, разумеется, их можно распространять и лайкать. Это усложняет задачу тем, кто хочет агитировать, манипулировать и обманывать. Честно говоря, это никому из нас не нужно. На минувшей неделе влюбленные всего мира отмечали самый романтичный праздник в году – День Святого Валентина. В канун этой даты моя коллега Ени Инна расспросила прохожих об их первой любви и о том, какой след это чувство оставило в их сердцах. Говорят, что самая сильная и запоминающаяся любовь в жизни человека – это первая. Я, например, впервые в жизни влюбилась еще в садике. Мне тогда было всего 5 лет. Интересно, а какие истории о первой любви расскажет наш житель Басарабянский? Давайте узнаем. По твоему мнению, что такое любовь? Любовь – это химическое явление. Я человек науки, так что я не считаю, что здесь есть что-то сверхъестественное. Для меня это просто, ну, как наш природный механизм. Что-то прекрасное. Любовь – это дети, любовь – это ну, что-то красивое. Любовь – это честность друг другу. Вот это дать любовь, а когда она обманут его или он обманут ее, то это уже не дело. Любовь – это семья. Это проявление нежности и особых чувств. Очень много терминов, которые можно было бы подобрать к этому. Любовь – это самое прекрасное чувство, которое можно только ощущать. Уважение, доверие. Во сколько лет ты в первый раз влюбился? В первом классе. Это была очень такая странная история. Моя первая любовь. Мы с ней встречались два дня. Она сказала, что если я скажу хоть еще одно плохое слово, она меня бросит. И я сказал плохое слово, и она меня бросила. 23. Красиво относился к… вообще красиво относился к любому женщину. Не знаю, не помню. Не было еще такого. Первая история любви – это, наверное, в садике. Лет в шесть. Это было дома. Наши родители просто знакомы хорошо, и она пришла к нам. И вот так вот получилось. Как у вас возжились отношения со своей первой любовью? Ну, хорошо было изначально. Любовь, она же не вечная. Дружеские, общаемся иногда. Я его не видела после садика ни разу. После вашего расставания смог бы ты полюбить кого-то сильнее? Первая любовь. Да, она тебе запоминается, но когда у тебя более осознанный возраст, ты как-то по-другому смотришь на мир и ощущаешь любовь совсем по-другому. Замуж вышла и прожила шесть-семь лет нормально, а потом началось бардак. Никогда не поздно. Любовь же неожиданно приходит. Если говорить о настоящей любви, то это, наверное, в 23 года первая любовь. И по сей день. Конечно, это мой муж. Он самый лучший мужчина на этом сайте, самый добрый. Хороший папа, хороший муж. Да, и влюбилась. Так что не надо ставить крест на том, что, о боже мой, я больше никогда никого не полюблю. Люди влюбляются, люди любят. Во сколько это было? Лет 18. Это я познакомилась со своим мужем. И вот прекрасный бэйбик спит. Символом дня влюбленных и традиционным подарком является Валентинка. Обычно ее покупают в магазине. Но согласитесь, куда приятнее получить от близкого вам человека сувенир, сделанный своими руками. Воспитанница Центра детского творчества Луча Форул Виктория Кайпак провела мастер-класс по созданию Валентинки-конверта. Кстати, он подойдет и для других праздников, если немного изменить дизайн. Так что смотрите и творите. 14 февраля мы отмечаем прекрасный праздник – День всех влюбленных. В этот день любимому дарят милые подарки – Валентинки. По традиции Валентинки делают в виде сердечка, но при желании открытка может быть любой формы. Сейчас я сделаю открытку в виде конверта, в который можно вложить целый стих, посвященный любимому человеку. Открытку мы украсим сердечками из глидового фоамирана. Нам понадобится лист цветного картона, обычный лист бумаги размерами 13х15, глидовый фоамиран, ленточки, бантик, ножницы, фигурные ножницы и горячий клей-пистолет. И, конечно же, фантазия. Для начала мы берем лист цветного картона и отрезаем верхний левый угол размерами 5х5 и отрезаем фигурными ножницами. Теперь этот же лист цветного картона складываем ровно пополам. Берем термопистолет и заклеим нижнюю и правую часть нашего конверта. Лист размерами 13х19 вкладываем в наш конверт. Теперь мы откладываем наш конверт и вырезаем сердечки из глидового фоамирана. Теперь располагаем наши сердечки на конверте и закрепляем с помощью горячего пистолета. Мы предварительно посмотрели, как они расположены, теперь мы заклеиваем. В нижней части конверта приклеим бантик и ленточки. Теперь мы вырезаем еще одно сердечко и клеим его в верхнем правом углу в 3D формате. Чтобы сделать наше сердце более объемным, снизу мы клеим маленький кусочек фоамирана, чтобы придать сердцу 3D формат. Наше поздравление готово! Это будет самый теплый и дорогой подарок, так как он будет сделан своими руками. Цветы, подарки, приятные сюрпризы. А что же еще поможет создать романтичную атмосферу и превратить любой день в праздник влюбленных? Конечно же, фильм о любви. Мы подготовили для вас подборку из пяти фильмов, каждый из которых сделает ваш вечер рядом с любимым человеком еще более незабываемым. С Днем Святого Валентина, дорогие наши зрители! В этот прекрасный день мы хотим поделиться с вами подборкой пяти романтических фильмов, которые вы можете посмотреть вместе с любимым человеком. Думаем, этот киновечер поможет создать праздничную атмосферу и освежит ваши чувства. Наш топ мне бы хотелось начать с романтической комедии «Десять причин моей ненависти». Фильм повествует о двух совершенно разных по характеру сестрах. Катарина Стретфорд – обладательница весьма сложного характера, а ее младшая симпатичная сестра Бьянка пользуется популярностью у мужской части школы. Настоящие страсти разгораются в тот момент, когда решительная Кэт знакомится с местным хулиганом Патриком, и между ними возникают реальные чувства, а несчастная Бьянка получает отпор от местного авторитета черлидера Честити Черч. На четвертом месте у нас разместился фильм «Полночное солнце». Это красивая история любви. 17-летней Кэсси Прайс, чья кожа с детства не выносит солнечного света, и милого парня Чарли, который с первого взгляда очаровывает ее своей улыбкой и копной шикарных рыжих волос. Как развиваются их взаимоотношения при таких обстоятельствах, вы можете узнать сами, посмотрев этот фильм. Ничто не сможет нам помешать. Третье место мы отдали фильму «Бойфренд из будущего». Это мелодрама с легкими элементами фантастики. В день своего совершеннолетия главный герой Тим узнает о своем даре, способности путешествовать во времени и неограниченное количество раз корректировать свои поступки. Тим не раз возвращается в прошлое, чтобы чуть больше угодить возлюбленной. Тем самым он учится на своих ошибках, берет на себя ответственность, и к нему приходит осознание того, что настоящее счастье незатейливо. Мы подходим ко второму месту, где расположился фильм «Любовь и голуби», ставший незаменимой классикой. В этой мелодраме есть и романтика, и юмор, и неожиданные повороты событий, и яркие чувства героев. Главный герой Василий Кузякин затевает курортный роман с роковой женщиной Раисой Захаровной. Все бы ничего, но есть одно «но». Дома его ждут жена Надя, дети и голуби. Даже если вы 10 раз смотрели этот фильм, посмотрите его вновь. Не пожалеете. А если это любовь, Надя? Какая любовь? Такая любовь! Как думаете, о какому фильму мы решили отдать пальму первенства среди картин о любви? Конечно же, это всеми нами любимый «Титаник». Хоть основной жанр этого фильма драма, он никого не оставит равнодушным. Ведь отношение бедного молодого художника Джека Доусона и богатой аристократки Роуз является настоящим примером безусловной любви. Я хочу зайти на берег вместе с тобой. Надеемся, наша подборка помогла вам выбрать идеальный фильм на вечер и погрузиться в атмосферу романтики. Приятного просмотра! А завершит передачу сюжет о вручении призов победителям конкурса фотографий, который редакция БАЗ-ТВ провела ко дню влюбленных. Участвовали в нем 20 пар с самого разного возраста. В результате голосования на сайте и на странице БАЗ-ТВ в фейсбуке победу одержали молодожены Замфир и супруги Чебан, которые скоро отметят 45-летие семейной жизни. Давайте знакомиться с нашими призерами! Мы объявили этот конкурс в канун Дня влюбленных. Нам хотелось, чтобы в нем приняли участие пары разного возраста. Но, честно говоря, мы поначалу думали, что будут только молодые пары участвовать. И было очень приятно, что нам присылали фотографии и люди, которые только встречаются. И молодожены, и пары семьи, у которых уже есть детки, и семьи, которые уже прожили в браке много лет. И было приятно, что много участников, и очень активно подключилась наша аудитория. Я увидела на фейсбуке вашу публикацию, что собирается такой конкурс, и конкурс такой романтичный. И подумала, почему бы и нет, почему бы и не попробовать. И получилось. Трудно вы братьте было фотографию? Нет. Это одна из самых моих любимых. Да, конечно, там тебя видно, а его нет. Это был вечер, 14 февраля. И моя подружка говорит, Тань, вы выиграли. Я говорю, не может быть. Она говорит, а я пощутила. Спустя полчаса у меня начали приходить сообщения с поздравлением. И мне сестра скидывает публикацию, что я вас поздравляю. Так что это для меня было очень неожиданно. Да, приятно. Да, очень приятно. И спасибо редакции по СТВ, спонсорам. И особенно, кто лайкал, поддерживал нас. Такие все молодые, 20 пар. Одни красивее других. Такие все, как лебеди, такие гармоничные, яркие, броские. И мы. Среди 20 пар, когда закончился конкурс, Оказывается, мы тоже входим в этот. Но я благодарю тем, кто за нас лайкал. И потому что это было так неожиданно. Просто невероятно неожиданно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Благодарю руководителей этого конкурса и спонсоров. Без финансовой поддержки мы бы не имели вообще этих призов. Я также от своего лица хочу поблагодарить и железную дорогу Молдовы, и всех местных предпринимателей, к которым я обратилась. И ни один из них не отказался спонсировать этот конкурс и выделить какие-то призы, либо деньги. Спасибо вам. Вместе с вами мы создаем хорошее настроение и у участников, и у всех, кто за них голосовал. Вот и все на сегодня. Но прощаемся ненадолго. Команда Молодежного квартала уже готовит для вас новые сюжеты и интересные истории. С вами была Ванесса. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok